Знаете, я вот долго думал, как бы вам так вначале показать, что в этом ролике будут не только кадры с говорящей головой. По-моему, красноречиво получилось. Приятного просмотра. На моем канале уже было несколько роликов про то, как организовывать свой творческий процесс, сохранять в себе огонь, подпитывать его и так далее. И вообще, по-моему, что творческим людям обсуждать, как не их творческие процессы и как в этом всем вообще выживать. И в тех роликах я не упоминал эмоциональное выгорание, потому что они все-таки были про то, как начать что-то делать. А для людей, которые ничего не делают, эмоциональное выгорание находится очень далеко. Хотя в действительности это довольно серьезная фигня, которые придают недостаточно серьезное значение. И в том числе такое же значение придаю я. Я сейчас не буду изображать вот такого блогера, который будет рассказывать вам, как вам нужно есть 18 раз в день, пересчитывать калории до 10 доли, спать ровное количество часов по минутам, слушать свое сердце. И вот все остальные вот эти невыполнимые штуки я говорить не буду. Исключительно вот реализуемые вещи, которые я сам собой с переменным успехом все-таки делаю. И еще важная вещь. Это видео не подходит для тех, кто уже выгорел. Вот замечали ли вы за собой следующие вещи? Постоянное ощущение измученности, снижение продуктивности, ухудшение отношений с вашими родными на фоне того, какой вы раздражительный, цинизм по отношению к коллегам, клиентам, ну или с кем вы работаете, сильная забывчивость, проблемы с памятью, безразличие к работе и даже к тем проектам, которые раньше вас вдохновляли. Да и в принципе всему, что вас когда-либо вдохновляло. Если у вас что-то это есть, то вполне возможно вы находитесь на одной из стадий эмоционального выгорания. И если вы уже серьезно выгорели, то этот видос вам не поможет. Я оставил в описании ссылки на видос людей, которые в этом гораздо более компетентны. И если вы понимаете, что вы вот прям в жопе, вам вообще ничего не хочется, вы не испытываете никаких эмоций, то все-таки задумайтесь над этим посерьезней. Этот видос все-таки для тех, кто просто начинает к этому подходить. Замечал за собой такое раньше, да и вообще у меня ощущение, что до конца из этого выйти в принципе нельзя. Вот по крайней мере в ситуации, в которой я нахожусь я и большая часть моих ровесников. Так, я сейчас весь ролик уже до приветствия расскажу. Здрасте, вы на канале Сейна, приятного просмотра. Так вот, как же это получилось у меня и почему, скорее всего, это неизбежно для большинства моих ровесников. Потому что что подразумевает отсутствие эмоционального выгорания? Что вы поддерживаете так называемый work-life balance. То есть, что вы работаете до того периода, пока не устанете. Потом адекватное время отдыхаете и потом снова работаете. То есть, вы можете взять правильное количество отпусков, правильное количество выходных, на этих выходных правильно отдохнуть. И все в этом духе. Я вообще не представляю, чтобы со мной такое произошло. Потому что почему? Потому что сначала я учился в школе и была тонна вещей, которые мне необходимо было делать. И плюс была тонна вещей, которые я хотел делать, чтобы как-то реализовываться по жизни. Потому что, я думаю, у большинства вообще, ну не у большинства, а может тут большинство счастливчики. Ну, у большого количества, по крайней мере, людей. То, на что они учатся очень часто и то, что они хотят делать, это разные вещи. Ну и, в принципе, количество обязаловки, которое вот предстоит людям там вот лет до 24, оно вот прям заоблачное. Я заканчивал школу и работал, я заканчивал вуз и работал. Сейчас я, закончив вуз, по сути, устроил себе еще одну учебу и все равно тоже работаю. Многие друганы называют меня трудоголиком. Я бы себя таким не назвал. У меня ощущение, что я очень много времени трачу вообще просто ни на что. На какую-то абсолютную херат... Так вот, так как мы не можем в силу наших жизненных обстоятельств снизить количество задач или взять одновременно выходной и от своего увлечения, и от учебы. Потому что у меня кончается учеба, я больше фигачу блок. Начинается учеба, я меньше фигачу блок или еще меньше занимаюсь всякой лишней херней. И вот только работаю, учусь, работаю, учусь. Соответственно, нам нужно каким-то образом накапливать больше творческой энергии, чем ее терять. И в этом ролике будут вставки с как раз таки конкретными примерами того, что я делаю для того, чтобы накапливать эту самую творческую энергию. Вот первый из них. Что же это такое? Вас зрение не обманывает. Это стиральная машина. Настоящая. Вот даже здесь запчасти крутятся. Почему она в таком состоянии? Потому что я ее разобрал. Да, вот этими руками. Есть у меня вот такая вот, не знаю, guilty pleasure. Да, странное желание. Какой-то процесс, от которого я по неведомым, в том числе мне, причинам получаю удовольствие. Мне очень нравится разбирать вещи. И это просто прям уникальный шанс. Потому что в квартире, на съемной квартире, в которой я сейчас живу, на ней меняли стиральную машину. И, собственно, эта вот старая была в ужасном состоянии. Ничего хорошего с ней сделать уже нельзя, только выкинуть. А раз все равно выкидывать, то что бы мне не поразвлекаться, подумал я. Не стал платить, собственно, за то, чтобы ее там утилизировали и увозили. И разобрал. То есть вот этот вот барабан из этого корпуса я, собственно, ручно вытащил. И честно, получил просто пиздец какое удовольствие. Я понимаю, что это довольно уникальная возможность. И что у большинства моих зрителей не будет возможности тоже разобрать стиральную машину. Но именно вот такое guilty pleasure, странное удовольствие, притом вот от какого-то непонятного процесса, думаю, есть у многих. И многим просто вот какая-то вещь почему-то нравится. У каждого этот процесс свой. Я думаю, вы сто пудов видели кучу видосов, где там режут губки или другие производят такие ASMR штуки. Это все про то же. Людям нравятся странные вещи, приносят удовольствие и успокаивают. Несмотря на всю сложность нашего устройства, да, там психика, сознание, подсознание, в действительности есть довольно простые вещи, которые нам нравятся, нас успокаивают. И они работают в любой ситуации. Буквально как ребенка, да, маленького, можно отвлечь, дав ему конфету или дав ему какую-то игрушку. И он вот о чем-то плакал, а ты ему это дал, и он отвлекся. В действительности вы можете проделывать то же самое самим собой. Главное определить, что вам нравится. И вот если вам по каким-то странным причинам приносит удовольствие разборка вещей, то вы действительно разберете стиральную машину и получите удовольствие гораздо больше, чем от любого какого-нибудь там стереотипного отдыха в баре, боулинге. Или любого другого, к которому все привыкли. Это будет ваш, и индивидуальный, и охерительный. Ну и конечно же, само собой разумеющееся, что из этого всего можно делать офигенные арт-объекты. Сколько здесь красивейших шестереночек, штучечек, винтиков, болтиков, трубочек. Все это разное. Мне вот прям, ну реально интересно было узнать, как внутри стиралка выглядит. Ну без шуток. И то же самое, вот там вот видите, стоит рисунок. Он, собственно, сделан на крышке стиральной машины, и там, как видите, нарисована тоже стиральная машина. Вот такие вот творческие челленджи, которые я упоминал в прошлых роликах, вот их наглядное воплощение. И я думаю, что в этом решении подвинуть все, что угодно для того, чтобы позаниматься своим, там, посаморазвиваться, условно, вот в этот вот лишний вечер субботы никуда не пойти, а посидеть дома, чтобы это вот стал решающий вечер в момент, когда я всех обгоню интеллектуально. И вот это вот такая рациональность в духе, друзья не приносят пользы, поэтому нужно сидеть и работать. Или просто сидеть дома, хоть там в большинстве случаев я оставался дома, но в итоге там работал пять минут из этого, просто страдал хернёй. Это вот псевдорациональность, это то, что вам очень мешает, и это нужно в себе найти. Иными словами, вам нужна жизнь. То есть работать должно хотеть с утра до ночи, да, если вы выбрали правильное свое увлечение, то вы и должны, как бы, вот это вот желание, да, отдать себя всего работе, оно и должно быть. У меня вот, например, именно так вот, я очень много времени на это трачу, абсурдное количество, я засыпаю и просыпаюсь с этими вот блогерскими мыслями. Но, чтобы это состояние сохранять, нельзя давать себе столько работы. То есть это то же самое, что со сладким, вы можете его так пережрать, что больше никогда есть не будете. Вот я, например, не ем казинаки, потому что однажды отдыхал на Азове и сожрал их столько, что больше никогда не прикасался. Я в один их сезон попробовал и перестал навсегда есть. Вот чтобы так же не случилось с вашей работой, нужно начать строить этот баланс. Притом я не хочу сюда приплетать организацию и организованность, во-первых, потому что это было в других видосах, Во-вторых, потому что можно, мне кажется, и с организацией, и без нее, и перерабатывать, и не перерабатывать, и выдыхаться, и не выдыхаться. Одна из вещей, которая, мне кажется, преследует всех, как творческих сотрудников и любых работников, так и предпринимателей, что у них не бывает выходных просто из-за специфики их деятельности. Из-за того, что предприниматели, его могут, к нему могут обратиться и в выходной, и все, он уже отвечает. Или там это его поставщик, или какие-то другие сотрудники, вот у них произошло что-то в выходной, вечером, ночью или что-то, они просто написали, а ты просто это прочитал, начал читать, и вот ты уже ввязан в какое-то разбирательство. У меня, как вы понимаете, тоже людей ничего не останавливает от того, чтобы написать мне имейл после шести, или там вот в воскресенье, да? Да и в принципе, я сам-то к дням недели не привязан, я больше всего работаю по блогу именно в субботу и воскресенье. Из-за того, что график свободный, мы же свободные творческие личности, в итоге нам от этого хуже и становится, потому что у нас нет времени, когда мы от этого отвлекаемся, и вот эта вот наша самая любимая отдушина, она начинает сидеть в печенках именно из-за того, что мы не отделяем ее от своей жизни. А это вот тоже нужно научиться делать, то есть я не сторонник того, что обязательно все загнать в график, я сам работаю вот так вот хаотично, но в моменты, когда вы не работаете, вы должны прям реально не работать. То есть суметь взять, как сложить все в мешок, при том все, что составляет вашу работу, это и социальные сети, и какие-то звонки коллег, и какие-то вещи, которые вы непосредственно делаете, все, что вот вообще с этим связано, оно должно куда-то отойти. А вы сами должны пойти отвлекаться. И я-то, как видите, состоятельный ютубер, у меня тоже вот своя комната грязи, и я понимаю, что у меня-то это случайно получилось, да, просто вот оказалась такая съемная квартира, и у многих действительно нет такой комнаты, полностью забитой всяким мусором, в которой можно разбирать стиралки, но у вас наверняка есть куча мусора в квартире, просто самого по себе есть куча ненужных вещей, которые хранятся долгие годы, их там выкинуть жалко, потому что полезная деревяшка, да, или какой-нибудь здоровый кусок пенопласта, который такой же, ну когда-то пригодится. Вот то, что вам никогда не пригождалось, и вы в душе понимаете, да, что оно и не пригодится никогда, попробуйте это переделать. Многие вещи, ну просто ненужные, и они либо просто однажды выкинутся, либо сейчас послужат вам какой-то почвой вдохновения для творчества. А я думаю, что многих моих подписчиков, как и меня, вдохновляет всякий хлам, в духе там старых камер, всяких специфических атрибутов прошлого, или просто рухляди. Все это можно использовать, и в переделывании этого можно проявиться. И что важно, это, во-первых, не будет от вас ничего требовать, потому что нет никакой нормы по разборке сломанной стиральной машинки, или там другого сломанного предмета, нет никакой нормы в том, чтобы расписать, украсить, изуродовать этот самый использованный предмет, да, он сам по себе бесполезен. То есть ничего хорошего с ним уже произойти не могло. У вас нет за этим никакой ответственности, от вас никто не ждет результата. Это лично ваша странная припезнутая идея. И как бы вы ее не воплотили, это все равно будет лучший вариант воплощения этой идеи, потому что больше никто подобным не занимался. Собственно, самые удачные ваши работы вот с этим способом и с другими, что я здесь озвучу, выкладывайте под тегом ебанарт, мы их в исторке запостим, или выложим, собственно, в сам аккаунт инстаграма ебанарт. Там вот, мне кажется, как раз такого сейчас и не хватает. Вещь, которая для многих может быть очень простой, но лично для меня, я когда это вот в принципе понял, я настолько вот в этом себя узнал, что вот вам говорит мотивация от позитивного. Вот вы, например, начинаете что-то делать и обращаетесь к себе внутренним голосом с позитивной мотивацией, или скорее с негативной. Я, например, однозначно с негативной. Какого хрена ты вот это не доделал? Почему ты сейчас просто сидишь и втыкаешь? Ой, он устал! Так, ты просто сейчас час еще посидишь и поработаешь. Отчего ты устал? На камеру сниматься? Слышала бы эта твоя бабка, которая работала по 48 часов смены на заводе. И я, возможно, поэтому и до сих пор, как бы, говорю сейчас и со своей даже аудиторией о переработке, так как будто у нас-то не слишком серьезно, потому что у меня ощущение, что как бы люди побольше перерабатывают, чем я, и я думаю, чем многие из тех, кто это видео смотрит. И, в принципе, художник устает не совсем так же, как грузчик. Это не то, что внеуважение грузчику, просто откровенно человек, который весь день рисовал, его, ну, то есть не так уж жалко, как человек, который там таскал уголь, допустим, весь день, понимаете, да? И вы это перекладываете на себя, и поэтому у вас не может быть мотивации от позитивного, что, о, чувак, ты сегодня отлично постарался. В основном это ты делал очень простую работу, очень долго и не очень-то эффективно. Вот, ты видел, как делает ее тот чувак? Тебе так далеко до него. Так, если ты досмотрел до этого момента, тебе, видимо, нравится видос, поэтому, пожалуйста, нажми колокольчик, поставь лайк и оставь коммент, ну, и вот любую активность прояви блеск, чтобы видосик лучше распространялся, там, залетал в рекомендации, ну, и все, вот это вот, это правда нужно блогеров, соряныч. Второе, можно выиграть стикеры. Хорошая новость, да, в каждом видосе, если что, можно выиграть. Чтобы выиграть их в этом ролике, нужно написать в комменты какую-нибудь фичу, которую вы используете, чтобы не выгорать, именно накапливать творческую энергию. Собственно, вариант, который понравится больше всего мне, или просто будет самой залайканной, он победит, и мы ему отправим стикеры недельки через две, возвращаемся к видосу. Следующий мой странный антистресс выглядит вот так. Это конкретно огромное количество пачек от стиков. Да, я, к сожалению, все еще курю, и, к сожалению, Айкос. К сожалению. Но подобную штуку можно сделать из любой другой фигни, которая у вас есть по дому. У вас наверняка хоть там упаковки от сахара, хоть что угодно. Прямо сейчас я собираю подобную коллекцию коробков от спичек, чтобы тоже сделать из них какой-то паттерн. Так вот, что это такое, и в чем суть? Суть этой работы в том, чтобы выполнять одинаковые, простые действия, но с массивным использованием фантазии. Просто вот, по-моему, самый приятный вообще процесс из всех, что есть, это придумывать. Мне вот больше всего нравится всякие штуки креатить, а воплощать, ну, понимаете, это заебество. Приятнее начинать дела, чем их заканчивать. И вот с проектами у меня ровно так же. Была бы возможность, я бы просто сидел, как всевидящий оракул, ко мне бы приходили люди и говорили, выдумай эту херню. Я им выдумал, отдал, и все, и ничего по ней не делаю. И так бесконечно. И здесь суть именно в простых рисунках. Я думаю, огромное количество из моих подписчиков рисуют гораздо лучше и придумывают гораздо лучше и, в принципе, способны это повторить в гораздо лучшем воплощении, может, с другими материалами, с другими идеями, с какой-то более вдрочной техникой и всем таким. Главное, именно уловите концепцию создания простых, одинаковых объектов. Вот дело в том, что эта штука у меня и во многих роликах светилась, и просто стояла в квартире, и все, кто оказывался в ней, очень сильно обращали на нее внимание, потому что подобные вещи, которые именно видно, что это какая-то кропотливая работа, их можно поразглядывать, они всегда настолько круто выглядят. Поэтому, как вариант себе такого отвлекающего абсолютно хобби, можете взять вот кропотливое изготовление каких-то простых, одинаковых элементов, потому что можно за день изготовить 45 штук, положить их, или вот так вот склеить, и после этого на месяц об этом забыть. Потом снова устать, снова наклепать, или клепать постепенно, и таким образом, так или иначе, у вас собирается вот это вот здоровое полотно. Я вообще хочу сделать это размером, ну хотя бы метр на метр, когда оно таковым будет, может повешивать куда-то в квартире. Вот, и подобную штуку может, естественно, делать каждый, и чем масштабнее она становится, тем больше это приносит вам удовольствие, потому что вы там месяц за месяц приклеиваете, и у вас есть фотки, когда она была совсем маленькой, и потом вы увеличиваете, увеличиваете свою фиговину, и за счет того, что у нас, в принципе, заложено в нас такое чувство, что нам больше нравится все то, что мы создали, именно своими руками, даже если оно хреновое, в этом плане, большой плюс готовить самому себе, у вас, даже если плохо получилось, все равно свое. И здесь то же самое, это просто себе постоянный дофаминовый плюсик от довольно простых действий, и к тому же, естественный пинок к тому, чтобы продолжать вот подобную работу. И в ту же копилку, конечно же, шуточки про это, в том числе, про самого себя. Говорить постоянно про то, что я занимаюсь полной херней, или ничего не делаю, или только притворяюсь, что работаю, а мне все платят деньги, это вообще один из самых моих частых видов шуток, но при этом, это тоже вас загоняет, вы же сами потихоньку начинаете в это верить, когда это постоянно транслируете, и в итоге вы приходите к тому, что вы в общем к себе относитесь негативно, и это постепенно начинает перекидываться на ваш продукт. То есть, по-хорошему, за всеми этими шуточками вам все-таки нужно вспонимать, вспоминать, что на самом деле вы крутой классный гений, который собрался индустрию переворачивать. Просто шутка веселая, что вы херней занимаетесь. Так что мотивация от позитивного, это вещь, которую просто полезно узнать, и знать, что вот такое есть, и так у многих нормальных людей есть. Если для вас это что-то открыло, напишите в комменты, потому что я себя прям за руку поймал на этой истории. Вообще, я здесь либо уже говорил в этом ролике, либо еще скажу, что главное во всех этих отвлечениях, что вы должны чувствовать абсолютную свободу, в отличие от своего обычного занятия. Да, оно должно быть другим, и вы должны быть более свободны и вольны в своем выборе, чем во время своей работы. Но это не значит, что не нужно себя ставить в рамки. Наоборот, рамки очень полезны, и свобода в том числе и заключается в выборе рамок для этой конкретной творческой задачи, потому что именно рамки двигают вас на креейтинг того, как в эти рамки вписаться. И в данном случае я себе поставил рамки, что я использую только маркер, карандаш, и больше ничего. И за счет этого как бы сложилась единая стилистика. Пришлось выдумывать разные штриховки, разных простых каких-то героев, разные простые композиции, где-то играться с фигурами, ну и так далее. Подробнее эту идею отлично развивает Лебедев в своем ролике про дизайн, который у него на канале собрал очень мало просмотров. Лебедев вообще спорная фигура. Очень часто люди в интернете не способны воспринимать отдельно персону и его профессиональные навыки, но в случае с Лебедевым очень советую вам это сделать, если вы там, как бы вы к нему не относились, посмотреть вот этот вот ролик именно про дизайн и рамки, которые нужно себе ставить, потому что он очень хорошо там объясняет эту идею, а я думаю в экспертности Лебедева в дизайне и оригинальных решениях никто сомневаться не будет. Ладно, конечно же будет. Короче, поставьте сами себе рамки, существуйте в них, как в любой компьютерной игре, у вас есть вещи, которые вы можете делать и не можете делать. Также поставьте себе набор приемов, техник, фишек, которые вы можете использовать, и набор, соответственно, который не можете. Можно скакать как от одного, так и от другого. Но главное, существуйте в этих правилах собственной игры. И тогда это будет интересно, потому что никому не интересен Супермен, которому все можно и который все умеет. В том числе, если этим Суперменом являетесь вы сами. Также вы замечали такую штуку, что если вы были в Европе, то вы видели, насколько там все меньше работают как будто со стороны. Все магазины закрываются очень рано. На огромное количество праздников магазины вообще не открываются. У людей там какие-то огромные выходные, сиеста, фиеста, ля-ля-ля, огромное количество разных совершенно обычаев, которые для нас, кажется, просто царство безделия. В действительности, это нормальное отношение к себе. То есть люди, когда столько отдыхают, они не измучиваются. И это то, чему очень полезно научиться, именно очень правильно дозировать то, что ты можешь сделать. Притом часто это относится именно к тем задачам, которые вы получаете извне. То есть у меня, допустим, есть мой админ, который говорит мне о том, что есть вот такие-то рекламные предложения, можно сделать столько, в этом месте вот столько роликов, столько-то работы мы можем сами, столько-то съемки, столько-то еще что-то. Вот это вот все я могу принять или не принять, ответить или не ответить. И самого разного такого со всех концов очень много прилетает. И я почти уверен, у многих из вас то же самое. На вас просто вешаются разные задачи, и вы не знаете, брать их или не брать. По-моему, самый удобный способ это дозировать, это представить, что внутри вас или именно ваши дела ведет сотрудник портала госуслуги. Или какой-нибудь еще такой очень большой, очень неторопливой госструктуры. То есть вот вам приходит имейл, йоу, давай впишемся в проект, тебе нужно сделать всего там 45 тысяч картинок за 20 рублей. Но тебе это так понравится. И даже если тебе это действительно нравится, ты такой, хорошо, примерно через два месяца я сделаю. И действительно, говорите печальные даты. Ну, не совсем какая-то запредельная, но именно не бойтесь в этом плане слишком расстроить, особенно, если это люди, которые с вами уже работали. Давайте себе времени с запасом. Делайте так, как будто вы на самом деле гораздо медленней. Потому что вы действительно на самом деле гораздо медленней. Вот эта вот манера, что есть будущее я, который совершенно не завален делами. Вот сейчас я завален, а будущее не завалено. Из этого выходит прям следующая важная вещь, которую я хочу рассказать. Свободного момента не будет и также проще не будет. Жизнь не станет легче, удобней и так далее. Да, у вас будут меняться обстоятельства. В какой-то момент у вас станет больше денег. В какой-то момент у вас, если вы, допустим, чем-то болеете, возможно, у вас станет получше со здоровьем, чем сейчас. Если вы занимаетесь спортом, возможно, у вас будут лучше результаты, чем сейчас. В своем творчестве вы, возможно, будете более успешны, но все это не важно, потому что на этом наслоится какая-нибудь еще херня. И при том наслоится в пять слоев, что вы вот этого изменения позитивного может даже и не заметите. У вас будет вертеться все вокруг вас, каждый раз давая вам новые и новые сложнейшие задачи, которые еще нужно одновременно решить. И это никогда не исправится. Это всегда так будет. Поэтому время, чтобы отдохнуть, если вы будете его откладывать, вы до него никогда не дойдете. Время, чтобы встретиться с друзьями, вы никогда не найдете. И вот это важная вещь, просто вот прям реально личная. Если вы понимаете, что херите очень хорошие связи с очень хорошими людьми из-за того, что просто сидите то на работе, то дома, то еще вот где-то сидите, чем-то занимаясь, там не видитесь, с друзьями и просто важными людьми, вот прям сейчас берите им, пишите, зовите, тусить, гулять, а лучше что-нибудь интересное делать, производить контент. Также очень хорошей разрядкой и творческим бустом может послужить покупка какой-то новой рабочей машины, нового устройства для работы и освоение нового метода работы. Важно, я не говорю про шапоголизм, потому что при переутомлении и выгорании шапоголизм часто начинается именно как покупка бессмысленных вещей, просто чтобы получить удовольствие от самого факта покупки, потому что это, опять же, легкое удовольствие, ты покупаешь новую вещь, все, быстро его получил. Вот это лучше не практиковать, если за собой замечаете, понимаете, что что-то с вами не так, вы просто пытаетесь покупками что-то компенсировать, но именно покупка новой рабочей машины, какой-то штуки, которая позволит вам работать по-новому, даже не обязательно и может очень вам помочь. Вот эту вот штуку, которая у меня здесь лежит, графический планшет, мне его задарили на Новый год, и он был мне совершенно не необходим. Я рисовал и для своих роликов вещи, и для своего Инстаграма на тачпаде маковском, самым обычным, при том у меня довольно старый MacBook, то есть тачпад тут, видите, какого размера, не особо большой, не то, что, ну, по-моему, вообще рисовать на тачпаде никто не считает, что это очень удобно, но вот даже вот такие работы я на нем рисовал. Меня, в принципе, устраивало, я не то, что в первую очередь художник, да, мне это в основном для превьюшек надо. Но эта фигня настолько меня вдохновила, вы не представляете. Первое, второе, и вроде бы даже третье января я лежал и просто пробовал разные штуки. В итоге нарисовал вот такую вот хреновину, она у меня в инстаграме выложена, собственно, да, у меня крутой инстаграм, если вы не знали. И, собственно, до сих пор я не могу от нее оторваться, рисую новые варианты стикеров. Многие стикеры, кстати, канут в лету, мы не будем их перевыпускать, потому что есть куча новых идей, и они на несколько голов выше, чем некоторые старые стикеры, поэтому многие из них не доживут до следующих своих обладателей, и многие спрашивают, нет, мы не будем их продавать, потому что от этого и шарм потеряется, и, в принципе, это не то, как я хотел бы реализовывать свои стикеры, просто вечно продавая, к тому же, тогда бы появились обязательства для того, чтобы как-то их там перевыпускать, потому что кому-то что-то понравилось, нет, это вот стихийная вещь, стикеры, которые есть у Сейна, их можно только выиграть, и, возможно, можно будет получить смерчом, ладно, точно будет, можно получить их смерчом, вот, но просто купить их никак нельзя, вот такой я вот хитрый, и, возможно, ни новых стикеров, ни новых работ не было бы, если бы мне, собственно, этот графический планшет не подарили, я думаю, у вас наверняка есть своя вот такая профессиональная хотелка, которую даже не супер дорого реализовать, то есть, понятно, что у всех там есть компьютер мечты, ноутбук мечты, какая-нибудь камера мечты, какая-нибудь еще фигня мечты за овер дофига ли он денег, да, но есть какие-то гораздо более реализуемые желания, как там для фотографов есть куча объективов, которые стоят до 5000 рублей, и это либо какой-то ядерный фишай, либо ленс бэйби, либо какой-нибудь вот этот вот пинхол, вот фотографы все это понимают, а те, кто не фотографы, я думаю, просто видят какие-то странные объективы, да, это чисто на поиграться, то есть, это в профессиональных целях, дай бог, пару раз будет использовано, не более того, но это самое поиграться, не нужно его недооценивать, потому что вам иногда очень надо поиграться, это добавляет и скринки, того вот самого огня, которого вам не хватает, когда вы начинаете выгорать, и который был у вас в самом начале, его поддерживать и разжигать стоит гораздо больше, чем 3-5 тысяч рублей, и собственно, раз уж я сам планшет показал, то нужно показать, что я и как на нем делаю своими кривенькими ручками, я до этого уже упоминал принцип, как у Гай-сенсей из Наруто, что вам нужно ставить себе задачу, и собственно ее делать, задача может быть рандомной, для тех, у кого есть проблемы с тем, чтобы поставить себе задачу, могу порекомендовать просто спросить это у себя в инстаграме, как сделал это я, я просто написал, напишите мне любое рандомное словосочетание, мне написали их огромную кучу, несколько раз повторились чуваки, которые писали пластмассовый мир, и одно из словосочетаний меня зацепило, оно звучало как северная плесень, и я что-то сразу пошел это дальше ассоциировать, что нужно превратить плесень в какого-то персонажа, плесень же должна каким-то образом стать объектом, да, а я не могу нарисовать какие-то суперкрутые плесневелые градиенты, я могу нарисовать вот какую-нибудь хреновину около мультяшно-всратого стиля, и поэтому я придумал, что северная, в смысле севера Москвы, и начал рисовать чувака, чем дальше я его рисовал, тем менее он становился какой-то такой быдляческий, и андеграундный, и все больше становился хипстоватый, и странненький, но суть в том, что от идеи плесени я не отказался, и в итоге она реализовалась в том, что все оттенки и цвета, которые взяты для этой работы, они взяты из фотки плесени, и опять же, у меня же нет обязательства в том, чтобы реализовать прям как заказано северное плесень, да, как-то это изобразить, чтобы это читалось, нет, можно в принципе оставить половину того, что было вначале в процессе творческой работы, главное, что работа идет, как бы лес рубит, щепки летят, и в данном случае вам можно совершенно не волноваться о том, куда они летят, как и что вообще, потому что это может как остаться у вас в столе, так и просто вы потом выложите туда же в свою соцсеть, типа инстаграм, что мол, вот мне написали ответ, и вот что я два дня рисовал, спасибо, что меня замотивировали. Последняя вещь, которую хочу сказать, подумайте про спорт, любую физическую активность, это вот важная вещица, я пока не готов прям совсем об этом рассказывать, но я смог себя приучить к спорту, я сделаю про это ролик, кстати, напишите в комментах, если интересно, я просто совершенно не спортивный человек, но у меня получилось вот в этот темп войти и регулярно заниматься, я уже, наверное, больше года регулярно занимаюсь спортом, короче, об этом вот как-нибудь потом, если вам будет интересно, но конкретно сейчас именно любая физическая активность, при том, она может быть самая странная, главное, чтобы вам нравилось, у меня, например, есть знакомая, девочка, моя ровесница, она пониже меня, такая, ну вот, миленькая девчушка, ей нравится тягать гирю, вот вы, я надеюсь, представляете, что такое гиря, да, вот такая вот гиря, ей вот именно доставляет удовольствие именно такие занятия, то есть есть там какая-нибудь йога, цигун, да, вот аэробика, танцы, этот, тверк, что угодно, ей нравится тягать гирю, вот такая странность, но это приносит удовольствие и она этим занимается, и это лучше, чем какая-нибудь актуальная, инстаграмная или какая-нибудь еще другая любая фигня, которую, которой вы не занимаетесь, Поэтому вспомните, может вы в детстве этим занимались, может еще что-то Подключите своих друганов, хоть в догонялки играйте Нет, ну это конечно тупо, короче, какая-нибудь нормальная физическая активность Можно самое странное, но это реально очень хороший вариант Потому что это, во-первых, полное отвлечение А во-вторых, ну и для здоровья полезно И вы именно занимаетесь кардинально другим Потому что, ну то есть единственное, для кого это не подходит, это для профессиональных спортсменов Вот всем остальным это полная противоположность рабочей деятельности Это другая активность, в которой вы реализуетесь И это очень полезно, и я не буду сейчас спойлерить свой будущий ролик про это И в ту же тему хочется вспомнить, у меня были в инстаграме обзоры энергетиков Помните такую штуку? Возможно, самые алды помнят Раньше мне доставляло это удовольствие И я сейчас, вот готовя этот ролик, понял, что это вот было именно такой же отдушиной Какая-то вещь, которая была никак не связана вот с моим творчеством И основным видеоблогом И была вот другой реализацией меня как блогера Это было противоположностью, потому что тогда я еще не был настолько привыкший К сложному, заебистому, долгому монтажу К съемкам, которые также длятся очень долго Там долго пишешь, долго снимаешь, долго сводишь Ко всей вот этой вот фигне я был непривыкший И тогда я взял себе противоположно суперлегкое занятие Снимать обзоры на энергосы Это очень легко реализуется Я просто покупал там по дороге домой или еще куда-то Снимается просто на телефон все со второго-перого дубля И моментальная реакция, удовольствие в виде фидбэка от друзей Вы можете устроить такую же штуку То есть, во-первых, вот как я говорил с прошлым вариантом Когда вы спрашиваете что-то в своих соцсетях Там понятно, что это ваши друзья Но им же тоже с вами прикольно И вы можете как это реализовывать Как вот я до этого рассказывал Так и таким образом, что делать контент для них Делать какую-то шнягу веселую Просто зная, что ее вот будут смотреть ваши друганы Выдумать такое не очень сложно Профит от этого большой Потому что это становится локальной приколюхой Вашим друзьям тоже хочется в этом поучаствовать И сам факт движухи, он, ну, понятно, очень сильно заряжает А в принципе, скил создавать движуху Даже если он будет отработан на какой-то фигне Вы потом также его примените, создавая что-то серьезное Потому что скил есть скил А если вся эта штука у вас не пойдет Загнется, там продержится один-два эпизода И на этом все Или просто разонравится То ничего вам не мешает забить на это и придумать следующее Потому что вы никому ничего не обязаны И никаких надежд на это не возлагали И стоит ли вам рассказывать, какое огромное количество проектов Которые начинались именно вот так, по фану На которые никто никаких надежд не возлагал Обрели мировую известность Сколько таких разных рок-групп, мировых технических компаний Сколько фирм по производству каких-нибудь снеков Другой еды, какие-нибудь истории целых блюд Истории кучи всего Начинали с того, что кто-то что-то делал по угару Поэтому не теряйте вот этого угара Потому что это, во-первых, весело И, во-вторых, полезно Мне очень нравится, что подобные видосы заходят Именно потому что люди интересуются тем Как все-таки организоваться и не жить по-дебильному Не сказать, что у меня прям идеально получается Но за счет того, что я пытаюсь рыться во всем этом для вас И ищу реакцию на все это Я все больше разбираюсь в вопросе Конечно же, опять же, это не имеет ничего общего С профессиональной психологией, психиатрией И серьезными вещами должны разбираться серьезные люди, профессиональные Я же просто советики даю и делаю интересные видосики Но мне оно и нравится Если вам нравится то, что я делаю То подпишитесь на мой инстаграм Это просто клево Потому что там классный контент И вообще много всего разного интересного Как и в аккаунте Ебанарт, например А если вы прям так уж хотите сильно поддержать мое творчество То есть закрытый паблик Вход туда 5 баксов на патреон И там выходит музыка, фильмы, книги Все уникальные мои рекомендации Что я нашел в интернете Вот такие сверхуникальные подборки там публикуются Очень благодарен всем тем, кто меня там поддерживает А на этом все Спасибо, что досмотрел Ты знаешь, где кнопка подписки Таааааааааааааа